Время, которое было в БПП 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 А потом, в сегодняшней полиции В политической партии удар Она влилась в БПП А что такое БПП? БПП это блок Петра Порошенко То есть фактически мы с вами увидели Что вот как бы группы олигархата Надев на себя разные политические одежды По сути захватили С помощью политического прикрытия Захватили финансово-экономическую власть В городе Киеве То есть сегодня финансово-экономическая И политическая власть захвачена По сути паралитической Так называемой олигархической буржуазией Бандитского типа Я их называю бандитско-базарная буржуазия Это люди, которые не создают прибавочную стоимость А они забирают у других Они паразитируют на чужом труде Забирают частную собственность у других И не терпят конкуренции Они уничтожают Они стремятся установить монополию И стремятся установить свое господство Политическое, финансовое, социальное, экономическое господство Тогда возникает вопрос А кто для них главный враг? Для них главный враг это малая и средняя буржуазия А кофейники они кто? Это маленькая буржуазия Это предприниматели А почему они так для них опасны? Потому что они очень мобильные Они как ртуть Они двигаются Их трудно контролировать То есть они создают неконтролируемое Вот это паразитической, олигархической буржуазии Богатство И, соответственно, они создают Неконтролируемые зоны свободы А для клептоманов Вот этих олигархата Для них неконтролируемые очаги богатства создания И неконтролируемые очаги свободы Самое опасное Потому что тогда это как пример для подражания другим И вот в результате стратегий, которые стоят Ну, кличка ж нельзя воспринимать Как самостоятельно действующего какого-то субъекта Потому что его интеллектуальный потенциал Его умственные способности Они достаточно как бы малопродуктивны, мягко говоря И, естественно, что есть так называемый, я думаю, теневой штаб Стратегов, которые уже поняли всю опасность малого бизнеса Действующего в форме вот этих кофеин Плюс эти кофейни передвижные Они очень конкурентно способны И наносят значительный удар По так называемым стационарным Сетевым системам Предоставления кофейных, чайных и других услуг Поскольку эти сетевые филиалы Они сегодня терпят удыбытки Потому что пользователь, потребитель Ему, естественно, гораздо легче И дешевле и качественнее Получить услугу в мобильной кофейне Чем идти в какую-то Заходить при дефиците времени и так далее Заходить в какую-то сетевую структуру И там заплатить гораздо больше денег Потратить больше времени И получить худшее качество данной услуги И поэтому А ведь сетевые структуры Ясно, что они Находятся в модели Коррупции и поборов Связанных с руководством Киевской администра Административными системами Властвующими системами Иначе бы они не могли функционировать Иначе бы они не смогли взять помещение То есть они должны платить Плюс они же потребители Огромного количества коммунальных услуг Света, воды, тепла, газа И так далее, и так далее Они производители огромного количества мусора То есть они Они терпят большие убытки И когда к ним приходят за мздой Чтобы они рассчитались за то, что им позволили тут работать Они говорят, так у нас нет денег вам платить Поскольку появился очень сильный конкурент Поэтому если вы хотите, чтобы мы вам по-прежнему давали эту мзду Так вы решите проблему с этими конкурентами кофейнями И, видимо, ситуация вот сейчас уже в начале октября этого 16-го года Она настолько обострилась В условиях падения всех экономических показателей И падения покупательного спроса И перехода все большего количества потребителей Даже в городе Киеве на более дешевые услуги Что ситуация вот с этими Как бы поступлением мзды в власть города Киева Видно, стала совсем критической И тогда, я так думаю Вот в силу перечисленных мною причин Это стало последней каплей Когда они решили физически То есть конкурентно они эти кофейни Победить не могут Поэтому они решили начать физическое их уничтожение То есть они перешли к так называемой Динамитной борьбе с конкурентом На его уничтожение Но они же хитрые, они сами не хотят С помощью своих так называемых Боевых отрядов уничтожать кофейни Потому что тогда это сразу понятно станет Что в Киеве власть принадлежит бандитам То есть при власти та же самая бандократия Как была при Кучме, Ющенко и Янукович И они избрали более хитрую модель Они стали использовать для этого Типа такое коммунальное предприятие Которое как бы следит за порядком в городе Киеве Благоустрый, такое название Благоустрый, как у РЛА В романах его описано там типа Министерство правды На самом деле это министерство брехни Называется министерство правды Министерство мира Это министерство войны А называется министерство мира Так и здесь Говорится благоустрый А на самом деле это бандитское подразделение Хаос Но это не хаос, это энтропия Хаос это в принципе неплохо Правда есть конечный хаос, есть первичный хаос Но это энтропия, это разрушение Это разрушение Вот И тогда Но сам благоустрый он же не имеет боевого отряда Значит тогда используется что? Полиция В своих разных подразделениях И получается у нас полиция не работает В чем сущность должна в городе быть полиция? Полиция должна защищать мирную жизнь громадян И их собственность А в Киеве растет уже на 50-е В разы уже увеличились квартирные кражи Изнасилования, грабежи, убийства, наркомания Но полиция не занимается тем, чтобы это предотвращать Она занимается, выполняет в условиях руководства со стороны Деканидзе и Авакова Она выполняет одну функцию Она является сторожевым псом правящего режима бандократии во главе с Порошенко Кличко Потому что Кличко это союзник семьи Порошенко на киевском уровне Вот То есть ему отдан Киев И поэтому Кличко, видимо, обратился к тому же Порошенко К другим группам Яценяка, Авакова Чтобы они дали ему для уничтожения Вот этого киевского неуправляемого малого бизнеса в форме кофе Дали ему вот этого пса режима Нынешнюю полицию Ну и, собственно, мы увидели с вами вот эти события в начале недели Это было 3-4 октября, если не ошибаюсь, этого года Мы увидели с вами, как уже это действует Это уже как они Стараются уничтожить этот бизнес на практике, в полевых условиях То есть реальные действия Пытались до сегодняшнего дня Пытались производить вот эти вот демонтажи Что, по сути, является воровством Это посягательство на частную собственность Вдумайтесь Это не просто воровство Это даже не воровство Это бандитизм Это грабеж Нападают Какая разница, да? Вот Собственник кофейни Он потратил свою частную собственность В виде денег, да? Или кредит взял Или лизин И он купил себе это Он купил вот данное производство Но оно просто мобильное Вот в чем его особенность Мобильное Какая разница, открыл стационарное кафе И купил там оборудование Или я купил передвижное кафе Это не имеет же значения Вот я решил давать услугу через мобильную Я ее сделал мобильной Я ее сделал передвижной В пространстве, да? Чтобы выиграть время То есть я приблизил услугу К потребителю Это надо приветствовать? Всячески приветствовать Это кто сделал? Это сделали инициативные люди Которые хотят войти в предпринимательскую среду Легально Они не делают ничего плохого Они продуктивные Продуценты Они рискуют Своими деньгами Своей частной собственностью Они купили себе Все они имеют так или иначе Или они частные предприниматели Или же они просто берут у какого-то частного предпринимателя Эту машину Или просто нанимаются к нему Это их дело Это абсолютно дело каждого Кто как это делает Они не делают ничего незаконного Наоборот, они делают все правильно Они чувствуют веяние времени Они чувствуют дефицит у людей времени И денег И люди хотят получать качественную услугу Быстро и дешевле Это надо приветствовать Конечно Что делает власть в лице Кличка Его группы И Порошенко Конечно это все согласовано Гройсмана и так далее Правительства Яценюка группы Они хотят уничтожить конкурента И оставить монополию То есть они способствуют паразитизму Они способствуют поднятию цены Они способствуют тому, чтобы То есть они лишают простого киевлянина И приезжего качественной и быстрой услуги То есть они враги капиталистического развития Они враги народного капитализма Они враги среднего класса Они враги продуктивных предпринимателей Но они еще страшную вещь Они То, что они начали Боевые действия Бандитские Грабительские действия Против этих людей И их собственности Они нанесли удар по частной собственности Таким образом Надо выяснить Кто дал приказ это делать Они нарушили конституцию Украины Они посягнули на неприкосновенность Частной собственности Без решения суда Без каких-либо оснований для этого У них нет никаких Даже Но даже суд не мог бы ничего вынести По этому поводу Потому что это было бы беззаконие Они нарушили экономические законы Объективные законы Собственности Частной собственности Стоимости Цены Получения Прибыли То есть они по сути Превратились в Кагибистов Коммунистов Киевсовет Принял такое решение Что они Этому Благоустрию Передают право На демонтаж Причем Оплачивается Минимум 6 тысяч гривен За снос Каждой кофейни А как его оплатить можно? А оплачивает это Благоустрии Из карманов Киевлянки Из бюджета Да Но Киев же банкрот Киевляне Должны знать Что Киев сегодня Финансовый банкрот Вот эти все сказки Венского леса Или какого Леса Кличка Про то что Получена прибыль Это ложь Потому что Киев сегодня Должен выплачивать Киев Не в состоянии Выплатить Предыдущие кредиты Поэтому Пусть Кличко сказки Не рассказывает Вот те деньги Даже которые Появились в бюджете Они должны пойти На выплату кредитов Потому что Надо объявлять сегодня Дефолт Городу Киеву Вот о чем Нужно говорить Кличко Он даже не понимает Этого Как эти депутаты Киевсовета Меня удивляет Ну хорошо Там есть так сказать Партийные болваны В Киевсовете Которые прошли по спискам Вот Ну даже Хотя нет Они же все прошли Как То есть Они все побеждали В округах Поэтому Они все Являются индивидуальными Депутатами По большому счету Киевских громад И поэтому Возникает То есть Они тогда предатели Дела киевлян Получается Что их Подкупили Политические партии Кланового типа Они предали Своих избирателей Потому что Избиратель Не давал им права Уничтожать Бизнесы И не давал Права Использовать Для уничтожения Бизнеса Своих Свои деньги Которые у киевлян Сдирают В киевский бюджет Которые все равно Но априори Является Дефицитным И По сути Киев доведен Тем же Кличко И предыдущими Которых не посадили Тем же Поповым И другими Черновецкими И другими Градоначальниками До банкротства Вот Чем должен был Сейчас Кличко Пикова И его команда И Киевсовет Что надо Расследовать Деятельность Того же Попова Который сделал Киев банкротом Того же Черновецкого Который сделал Киев банкротом Того же Который был При Януковиче Этот самый Макеенко Владимир То есть надо Расследовать Деятельность Каждого из них Насколько Он И почему Увеличивал Дефицит Киевского бюджета И увеличивал Долги города Киева И довел его До банкротства Вот чем надо Им заниматься И надо Расследовать Немедленно Сейчас в уголовном порядке Деятельность Кличка И его группы И Киевсовета И секретаря его Которые давали Добро На дефицит Бюджета Киева Более того Это криминальное Преступление Когда Киевсовет Кто внес это Решение Чтобы деньги Киевлян Дать на Войну С бизнесом И уничтожение Малого бизнеса То есть чтобы Вместо того Чтобы создавать Технологические парки Вместо того Чтобы наоборот Содействовать развитию Малого бизнеса Сегодня Киевская власть В лице Вот этого Трехглавого дракона Каким стал Кличко То есть он Смотрите он Возглавляет Государственную власть Ему Порошенко Дал Это вообще Узурпаторство Он возглавляет Законодательную власть Киевсовет Он глава Киевсовета И он же возглавляет Исполнительную власть Города Киева Как руководитель Киевского Исполнительного Совета Исполком То есть это Вообще Нарушение Любых Принципов Управления Демократии Неприемлемое Вообще Для любой Модели управления Когда один человек Управляет Всеми Частями Власти И ветками Таким образом Первое что надо Сейчас сделать Это конечно же Добиваться Немедленной Отставки Кличка Немедленной Отставки Вообще Надо изменять Всю модель управления Киевом И вот как это сделать Я считаю Что конечно же То что Мы увидели На примере Попытки Уничтожить Малый бизнес Предпринимательское Сообщество Вот этот слой Тех которые Пошли В этот вид бизнеса Вот этих Мобильных Ковярен Да Кофеен Это очень Очень опасная Очень неправильная Модель Функционирования Киевского Сообщества И ее Надо немедленно Пресечь Немедленно Пресечь И я удивлен Что кроме 5-10 Политической партии Никто не встал На их защиту Это вообще Безобразие То что не поставили В Верховном Совете Этот вопрос То что Ну хорошо Нет в Киевсовете Большинства Оппозиции Реальной Но там же все таки Есть другие партии Типа социалнационализм Это примитивный Социалнационализм То есть Получается Что свобода Она сектантская Организация Она не может Понять что На словах Они говорят о поддержке Малого бизнеса А на практике Они говорят Уничтожайте его То есть Это неправильно Это априори Это априори Если не будет Малого бизнеса Предпринимательства Тогда что будет Кто является Источником Богатства Тот кто создает Прибавочную стоимость Надо сказать У нас капитализм Или социалнационализм Или у нас Скажем Какой-то капитализм Клиптоманов Барых Вот Олигархата Какой бандитский капитализм Что у нас Что мы Что мы строим Надо определиться Кучма говорил когда-то Скажите что строить И я построю Ну так уже вроде определились Капитализм Другого ж ничего нету Ну давайте строить Народный капитализм Среднего класса Тогда политические партии Пусть определятся Они за что Они поддерживают Паразитов Олигархат Они поддерживают Государство Как главного Сегодня Убийцу Малого бизнеса И предпринимательства По сути в Украине Формируется Государственный Социализм Такого директивного Внеэкономического Типа По сути Административного Типа Вот Который направлен На уничтожение Продуктивной Частной собственности Возникает вопрос Почему тогда Свобода Не выступает Активно За уничтожение Того же Крупного Бизнеса Транснациональных Корпораций Порошенко И всех остальных То есть Поддерживая Малый бизнес В виде Сегодня В виде Вот такой формы Ковяры Кофейного Мы таким способом Поддержим Развитие Всех других Сегментов Малого бизнеса Вот смотрите Бакевщина тоже Не поддержала Радикальная партия Не поддержала Самопомощь Не поддержала Громодянская Позиция Не поддержала Партия Добродомова Как там Народный контроль Да Не поддержала То есть получается Только 5-10 Вот Поддержала Ростки народного Капитализма Среднего класса Продуктивного Бизнеса В киевском Сообществе Но сегодня Олигархат Вот этот так называемый Бакалейно-барыжный Вот этот Мародерский Бизнес Сегодня он уничтожит Вот этот Сегмент Малого бизнеса В виде кофеев А завтра он нападет На другой Малый бизнес Который ему Не под контролем Скажем Те же Маленькие Химчистки Или булочные Или скажем В прошлом году Были снесены Много киосков Которые Торговали хлебом Да А потом были поставлены Киоски Киев хлеба Да Монополия Коммунального предприятия И спустя Несколько месяцев В них Стали торговать Пивом И кофе Что стоит делать Сейчас Копейщикам И мелким Торговцам Которых могут Просто зачистить Ну мы видим Что Сегодня Мы видим Что новому Малому бизнесу Продуктивному Ну с моей точки зрения Как я думаю Уже не выстоять В борьбе Против Вот этой Базарно Такой Вот этой Лавочной Паразитической Буржуазии Самостоятельно Как предпринимателям Не поможет им Уже даже Формирование Каких-то Ассоциаций Как сейчас было Это все бесполезно Громадских Организаций Тем более В рамках Нового Закона Про общественные Непробудковые Организации Сегодня Организация Просто Уничтожается Налоговой И вот этим Агентством По борьбе За За Запобеганию Коррупции То есть Олигархат Правящий Он уже создал Структуры Боевого Типа Которые должны Зачистить Общественные Организации Малого Бизнеса Значит остается Только одна форма То есть мы переходим В состояние Уже открытой Внутренней войны Между силами Малого Бизнеса Предпринимательского И правящим Олигархатом Бандами правящего Олигархата Правящий Олигархат Четко определился Что он будет уничтожать Малый и средний бизнес Он не допустит Формирование Народного капитализма Как носителя Доктринального Развития Украины Как европейского государства Народный капитализм Строится В Венгрии В Австрии Швейцарии Это народный капитализм То есть 85 процентов Населения Швеции Швейцарии Финляндии Дании Это средний класс Это представители Народного капитализма Все Другой модели Нет Или тогда Избирается Кланово-олигархическая модель Транснациональных компаний Тогда богатые И бедные В США Мы сейчас видим эту тенденцию Когда фактически На базе Так называемой Теории Саула Алимского Апологетом Которого является Та же Клинтон И ученик И Обама Строится вот эта модель Бедных и богатых То есть Время правления Восемь лет Обамы Средний класс Подвергся Серьезному Уничтожению США Он сократился Где-то на пятнадцать По разным оценкам До двадцати процентов За восемь лет Надо помнить Что Обама Увеличил государственный Долг Соединенных Штатов Америки Вдумайтесь На десять триллионов долларов Сегодня Госдолг Америки Внутренне Внешне Гарантированный По сути сравнялся С валовым Внутренним Продуктом Ежегодных Соединенных Штатов Вот вам Деятельность Обамы Клинтон Вот куда будут Двигаться дальше Если Та же Клинтон Победит в Соединенных Штатах Поэтому Пример США Для нас Губитель Он неправильный Он абсолютно Для нас Не принимает Поэтому Что делать Малому бизнесу Ему помочь Может только Политические силы Политическая партия Политическое движение Но тогда Должна быть Такая политическая партия Которая Объединится С малым бизнесом То есть Я говорил так Малый бизнес По сути Это как бы зебра Если можно так Но есть Есть зебра А есть тигр Политическая партия Она Должна появиться Та которая Будет защищать Эту зебру Тогда зебра Должна Уметь Одевать доспехи Которые Превращают ее В тигра Ну в принципе На сегодняшний день Из моей пока Практики Я надеюсь Что эту функцию Может выполнить Например Партия 5-10 Я думаю Что она может выполнить Потому что Все остальные Политические силы Оказались к этому Не способны Абсолютно Не способны Они не хотят защищать Малый бизнес Они не хотят Защищать Предпринимательство Частных Собственников Как таковых Они по сути Выступают За аппетита Аморфные Социальные ценности За защиту Каких-то слабых Социальных слоев За паразитические Какие-то Подачки Но они Не являются Продуцентами Формирования Самодостаточного Класса Капиталистов Продуктивного Национального Типа Мне кажется Что кофейщики Если они хотят Выжить Как группа Как определенный Сегмент Продуктивного Малого бизнеса Ну Может быть 5-10 Должна с ними Войти в стратегический Союз Тогда они должны Если партия К этому готова Они должны Вступить в 5-10 Они должны Себя позиционировать Как члены 5-10 На этом этапе Войны Потому что в стране Разворачивается Есть внешняя война С агрессором Разворачивается Сейчас Внутренняя Социальная война Между правящим Классом Олигархата Паразитов Клептоманов Мародеров Трупоедов И всеми остальными Кто хочет Сам Зарабатывать Свои средства По существованию И быть независимым Экономически свободным А экономически свободный Человек Только когда он Имеет свою частную Собственность Сегодня правящие Классы Хотят забрать Через свои политические Партии БПП Народный фронт Удар Так называемый Через вот этого Дракона Который симбиоз Утворился Народный фронт БПП Удар Они хотят Забрать У малого бизнеса У людей Частную собственность Обвинив их Что Поставили их Под контроль И они хотят Вычистить все Политическое поле Уничтожить Через вот это Бюро По предотвращению Коррупции Через эту агенцию Уничтожить всех Политических Конкурентов Как мы видим К сожалению И Батьевщина И К сожалению Радикальная партия И самопомощь Которые представлены Верховном Совете И громадянская позиция И народный контроль Они оказались Неспособными И Субода Кстати Тоже она там есть же Они не оказались Неспособными Они не хотят Защищать Предпринимателей Как класс Не хотят И очень характерно Что они не вышли На защиту Тех же кофей Мобильных Это очень характерно Это показывает Что они Находятся На службе Олигархата В той или иной форме А вы хоть раз Видели Чтобы когда Выкладываются Видео Вот когда допустим Полиция Бьет бабушек Или дедушек Которые там Петрушкой торгуют Или пытаются Торговать там Картошкой Где-то Без Установленной Дани На вот этих Рынках всех Их Милиция Жестко Забирает И Ни один Там Политик Ни один Никогда 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 Почему Они не хотят Стать на защиту Людей Которые Пытаются Выжить Не за счет Повышения Пенсии А за счет Проявления Инициативы И смотрите Этих же людей Которые торгуют Вот стихийно Их же ограбила Эта правящая Коммунистическая Кагибистская Власть Бандитская Власть Воров в законе Она их ограбила Номенклатура Эта Дурократия Компрадеры И люди Чтобы выжить Чтобы не идти Просить Эту субсидию Паршивую Вонючую Они хотят Сами выжить Они хотят Остаться Самодостаточными А их гонят В это В концлагерь В субсидию Чтоб человек Сам себя заложил А почему Политические партии Которые В Верховном Союзе Сидят Не защищают Потому что Это первый признак Что они Оплачиваются Их оплачивает Именно Вот это Олигархат Что они Кушают из корыта Который им поставил Олигархат И поэтому Ни радикальная партия Ни самопомощь Ни другие Защищают Да Иногда Они там Типа Против рейдерских Атак Выступают Но Малый Стихийный бизнес Они не защищают Потому что Это Генетически Для них Недопустимо Поскольку Они созданы Правящими Стихийный бизнес Запрещено Запрещено Типа И Вдруг Вдруг Смотрите 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 Центральные каналы Этого не показали А кому Принадлежат каналы Олигархату Коломойский Один плюс один Показал Это событие Канал 2 плюс 2 Показал Что Якие Наведомые люди Заважали Полиции Представляете То есть Коломойского Группа Которая Живет И кормлется За счет малого бизнеса Приват Весь Его бы не было Если бы не Вот эти предприниматели Стихийные Он не стал На их защиту Может Потому что Я всегда говорю У Коломойского Его группы Отсутствует Стратегическое мышление Они хорошие тактики Бизнесмены Но политики с них никакие И то что Укроп фактически Развалился Как проект Это однозначно Вот Но это От недоумствования Они я думаю Они должны были Всячески поддержать Вот это событие И высветить его Если они и сами Не пошли на политическое Его защиту То надо было Хотя бы осветить Поддержать В данном случае Вас как 5-10 Смотрите Украина Ахметов Нет Медиахолдинг Кинчука Кучмы Нет Это 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 Где Славный интер Который сам Находится Под прессингом Может поддержал Нет То есть мы увидели с вами Что все вот эти системы Ну уже не говоря там Про 5 канал Порошенковский Про 112 Кстати канал Который сегодня Где тоже стал Фактически Под Под этим самым Под деревнем Под Порошенко Смотрите Как Порошенко Сожрал 112 Который А может где-то Рабинович Тут со своим Мураевым На Ньюзване Нету Ньюзвана То есть мы в этом событии Как в капле воды Мы с вами увидели Ху из ху И кто из ху Я думаю Что Ну сейчас Надо наверное Развивать эту линию Я думаю Что можно сейчас сделать То есть если Надо Все таки Надо чтобы Кофейни развивались Однозначно Киев очень большой Другие города есть Надо всячески Эту мобильную форму Поддерживать Но Мне думается Что Вот можно сейчас Начать такую Модель Развивать Что кофейщики Кто хочет заниматься Этим бизнесом Если они То есть они Должны себя сейчас Политически Окрасить Да Вот если 5-10 Готово Стать Ударной Фронтальной силой Таранова типа Против режима Клептоманов Во главе с Порошенко Вот Ей тогда Она должна стать На защиту Малого бизнеса Кофейщиков А кофейщики Должны вступить Члены 5-10 Тогда мы создадим Мощнейший симбиоз Если 5-10 Выдержит Эту Испытание То мы получим Наконец Предпринимателей Которые оденут Мощные Политические Доспехи И начнут Защищать свой бизнес Через Политическую Форму Вот Тогда Мы увидим Полевое движение Народного Капитализма В боевых условиях Войны С Клептоманами Правящими И мы начнем Формировать Ударную силу Которая Будет выражать Вот это Движение Такого Скажем Либерально Консервативного Типа Где Политическая Партия 5-10 Будет выступать Как мощнейший Авангард Поэтому я думаю Что Можно начать Такой сейчас Процесс Вот пойти на такой Полевой эксперимент Пилотный проект Чтобы Предприниматели Которые Хотят заниматься Вот например Для начала Кофейным бизнесом Чтобы партия Они Вступали в 5-10 А партия Помогала им Становиться Обучать их Вот именно Защите своих интересов То есть они должны Заниматься и бизнесом И защищать Политические Свои интересы Тогда в партии Возникнет Как бы вот этот симбиоз Потому что Как иначе Бороться против Олигархата Я думаю Вот этим только Таким же оружием Как они действовали Когда они Создавали партию Для захвата власти Потом они Правда эту партию Уничтожали А в нашем случае Мы наоборот Можем усиливать 5-10 Как политическую организацию Которая Подпитывается Вот этими Живыми токами Предпринимательского Класса И будет создавать Все более широкое Поле предпринимательства И среднего класса В Украине Как это Швейцария Развивается Австрия Норвегия Вот Ну это Вот это и будет Расширение поля Народного капитализма Украина 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 Украина